Друзья, всех приветствую, с вами Тимур. И буквально вчера вышло новое обновление iOS 15.1, можно сказать глобальное. Почему? Потому что исправлено неимоверное количество багов, за что и уже нужно обновляться. Короче, бежим и устанавливаем себе iOS 15.1. Почему? Вы скажете, а давайте в этом видео я вам сейчас покажу почему. Погнали! Итак, друзья, первая новая функция, которая была добавлена в iOS 15.1, что даже работает на iPhone 6s, это, конечно же, SharePlay в FaceTime, о котором мы очень много раз говорили до этого. Первое, что умеет SharePlay, это, конечно же, стримить ваш экран в реальном времени вашим друзьям с вашим сопровождением, то есть с сопровождением вашего голоса. Второе, что она умеет, это, конечно же, слушать музыку одновременно, только через приложение Apple Music. И также вы можете просматривать фильмы через приложение Apple TV и делиться этим с вашими друзьями через приложение FaceTime по функции SharePlay. Вот у меня сейчас идет FaceTime call. Я сам с собой общаюсь таким вот образом. Я вам сейчас покажу, как включить эту самую функцию. Смотрите, вы общаетесь с вашим другом по FaceTime и хотите показать, то есть сделать стрим вашего экрана. Вы нажимаете вот сюда вот, общий экран, 3, 2, 1. Все, общий экран теперь у нас стримится. И этот общий экран показывается в другом телефоне, с которым я общаюсь таким вот образом. И тоже мой голос тоже будет передаваться. Допустим, вот в этом моменте мы сразу переходим в музыку. И если мы воспроизводим какую-либо музыку, та же самая музыка будет воспроизводиться и на этом телефоне, друзья мои. Вот так вот примерно это работает. Но есть одно но. Как вы можете видеть, вот здесь вот у меня стоит восклицательный знак. Почему-то именно в моем регионе, то есть в Узбекистане, вот эта вот функция как-то глючит, то работает, то нет. Попробуйте у вас в России как или в вашей стране. Обязательно попробуйте. Это очень легко делаете, просто по FaceTime общаетесь и нажимаете на SharePlay, как я вам показал. Все должно заработать. Обязательно попробуйте, друзья мои. Итак, второе новое добавление в iOS 15.1. Это, конечно же, поддержка ProRes. Наконец-то его теперь добавили. Смотрите, я перехожу в режим видео. И вот оно, ProRes. Я сделаю так, и он включается. Смотрите, как его включить. Заходим в настройки. Здесь пишем Pro. Смотрите, Apple Pro Raw выходит. Мы нажимаем сюда. И здесь я включил. Она по умолчанию у вас будет выключена. Apple ProRes. Мы ее включаем. Давайте почитаем, что об этом говорит вообще сама компания Apple. В приложении камера отобразится параметр для работы с ProRes. ProRes один из самых популярных форматов для профессиональной пост-обработки видео. Минута в 10-битном HDR ProRes займет примерно 1,7 гигабайта. 6 гигабайт в 4К. То есть, 1 минута съемки в 4К ProRes будет у вас занимать 6 гигабайтов. Допустим, смотрите, я сейчас открываю камеру, перехожу в режим видео. Если я включаю ProRes, то он мне сейчас говорит максимальное время съемки с объемом памяти, то, что у меня есть, свободным. Это, конечно же, 11 минут. Если я перевожу в режим 60 кадров HD, 5 минут. Если я перевожу в 4К60, все, он даже не поддерживается здесь. Вы понимаете, да? Прикол. Итак, третье новое добавление это. Смотрите, открываю камеру, допустим, я снимаю видео какое-то. Случайно что-то подвел близко, он автоматически переходит в режим макро. Видите, да? Какой переход. И когда я убираю что-то с фокуса, то он достаточно долго отходит от макро-режима. Это меня иногда бесит. И хочу я это отключить. Но этой функции не было. Теперь в iOS 15.1 добавили такую функцию. Мы заходим в настройки. Здесь пишем камера. Переходим в режим камера. Спускаемся на самый низ. И здесь есть теперь новая функция автомакро. Мы это убираем отсюда. Переходим в камеру. Что-то, допустим, я снимаю. И все, он теперь стоит в одном режиме и не мотается с одного режима в другой режим. Когда будет нужна макро-съемка, я это перейду и включу. Итак, четвертое. Это, конечно же, баг-фиксы. Давайте теперь поговорим про баг-фиксы. Когда вы перезагружали ваше устройство в iOS 15.0.2, iOS 15.0 просто. Вот эти вот виджеты, они не загружались. Они оставались пустыми. Это очень сильно бесило. Они исправили этот вот баг. Больше таких вот багов теперь не будет. Второе. Очень часто замечалось то, что вот этот вот виджет погоды показывал одну погоду. Когда вы заходили внутрь, он показывал другую погоду. Ну да, я знаю то, что это связано с обновлением. Но вот это вот обновление, он практически даже и не обновлялся. Вот честно. Если вы хотели увидеть вот реальную погоду, вам нужно было зайти и посмотреть. А здесь он не обновлялся. Теперь больше таких багов тут нет. Следующее. Когда вы слушали музыку. Вот у меня, допустим, сейчас музыка воспроизводится, как вы видите. Я реально такое у себя поприксиковал. Музыку я слушаю в наушниках и раз, короче, отключаю, то есть вот так вот блокирую. И все, музыка встает на паузу. Вот это меня реально бесило. Это работало через раз. То есть этот баг, то его нет. Больше теперь таких багов нет. Все пофиксили. А то, что я вам сейчас покажу, просто меня вбешивало. Когда я приходил домой, у меня вот Wi-Fi, он включенный стоял. У меня дома есть Wi-Fi. И когда я приходил домой, он автоматически не подключался на Wi-Fi. Нужно было заходить в настройки, потом перейти в Wi-Fi и потом нажимать на мою Wi-Fi сеть. После этого только он подключался. Иначе сам по себе нет. А теперь все нормально. Я прихожу домой, он автоматически сам подключается. И последний баг-фикс. Это очень важно, друзья мои, для тех, кто использует, ну, старые айфоны, допустим. У всех вот этих вот старых айфонов есть уже износ батареи. Ну, даже у новых он есть. Я захожу сейчас в настройки. Аккумулятор, состояние аккумулятора у меня сейчас 100%, потому что это новый телефон. Допустим, скажем то, что это айфон 12 Pro Max, у которого, скажем, 85% максимальная емкость батареи и 15% уже изношена. После того, как вы устанавливаете себе iOS 15.1, iOS 15.1 теперь рассчитывает вот эту вот максимальную емкость более аккуратно и более четче. То есть, у тех, у кого было 85, теперь есть такая практика, у кого показывает 90, а то и даже больше, чем 90. Так что обязательно взгляните, если вы помните, как у вас был износ батареи, то вы наверняка удивитесь. Друзья, на этом все. Я надеюсь, это видео для вас было интересным, полезным и поучительным. Обязательно устанавливайте себе iOS 15.1 и кайфуйте, это максимально стабильная система на данный момент. Просто об этом решил сделать видео. Спасибо, что посмотрели. Ценю.